Всем привет и мы продолжаем FFA сериал на шестерых, в котором я играл за инков, а сама игра проходила в рамках моего второго FFA турнира. Если вы смотрите сериал не сначала, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка на весь плейлист появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра! А сейчас можно шахтить-то? Нет. Ты походил в конце хода, я тоже походил, поэтому... Нет, два выстрела так быстро не делайте. Не смеши меня, даже ЦЗ так не кликает. Ты не походил в конце хода, поэтому... Не смеши, я тебе говорю, даже ЦЗ так быстро не двигает. Не, ну слушай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Может, эти три подплывут, еще более-менее будет... А, у ниндзи гибралтар? Понятно. Врал он нам. Ниндзи вообще ни в чем верить, ниндзи. Все услышали, что у ниндзи гибралтар, да? Да, да. Все услышали, что им нельзя доверять скорее. Не, а не что-то у него за чудо. Ну, это тоже, да? Это так параллельно, чем с вами. Вот почему не давал. Потому что у меня железа не было, и получается, мой... Мой флот. Продлевать будете? Ой, как классно еще. Египетский шпион-убийц. Слушайте, у меня, по-моему, еще никто ни разу не сперли одной техи. Классно тебе. Ну. Сейчас увидим. У моей там уже два полигри. Я не знаю, почему у меня каждый раз одно и то же происходит в игре. Вот я сейчас смотрю, как я вчера против Ары каким-то странным образом воевал против самолетов и без самолетов. То же самое сейчас с РТО и происходит. Ой, блин. Субтитры сделал DimaTorzok Блин, тут, конечно, по-хорошему уже нету смысла играть дальше. Леша, я... По-моему, все настолько ясно. Это понятно. Сейчас такой вопрос. Кто, кого из нас снимитеся вперед? Это чисто вот... Я, допустим, хочу себе второе место взять. Я, по крайней мере, считаю, что я здесь, в принципе, не зря долбался и сыграл нормально. Я сейчас хочу отнять себе третье, как бы. Ну, а я сейчас... Ну, не здесь будет против? А я сейчас хочу начать Зулуса выносить, и что я его вынесу, а что там, сирийц останется и, видишь... Как-то тоже не особо. Зулус хоть как-то тут что-то делал. Не, просто считаю, что при всех прочих я на свое второе место как-то отыграл. Потому что то, что Ниндзи напал в спину, ну, это такое себе. Я, как бы, согласовываясь, что твоя поправа второе место будет оспорить. Только это Ниндзи, скажите, ну, ты же просто реально нечестно. Потому что если он не забирает, то по очкам вам, скорее всего, будет вторым. Только если Леша брет, просто раньше его сам заберет. А как он тебя может забрать? Не, ну, если он тебя заберет, то он как бы... Ну, значит, он заслужил. Нет? Ну, это да. Ну, я на самом деле сомневаюсь, но шанс все-таки есть. Потому что у меня какое-то время, ну, что парк принтет, дурацкий остров. Ну, почему и библиотеку тоже сирачил? За что и библиотеку? Три хода будут арта, посмотрим. А у нас что, не ходит? У меня ходит. А у меня тоже ходит. А что у меня не ходит? Эй, ребят, а вот пошло. Не денемся там, подслушивает. Да, ниндзя читер. И тут даже не спорят, да? Боже, ниндзя ты артой не напигачил на меня кучу просто арты. Я еще хочу сейчас выжить два хода и посмотреть, сможет ли мой шпион все-таки достать технологию спуска. Прекрасный план. Ну, просто он такой прокаченный. А, где ты его прокачал? Тренировался на Эфиопе. А, кстати, правильное решение. У Эфиопа все по спирал, да? Ну, технологии 5 забрал. Ничего себе. Да, я даже не заборачивался, пускай ребята пройдут. Так, кто у меня тут еще? Да, собственно, отчасти впереди звусы-то по науке, именно по той причине, что период технологии. Да, в этом плане мне не повезло. Только на третьего шпиона догадался вести к Фиопу. Не тому засылал. Понял. Засылал, да, не тот противник попался. Понимаешь, Леша, там просто своих шпионов на ощукал, чтобы они убивали. Слушайте, расскажите, кто там на втором месте? Насколько сильно отставание? Да, Нинди по всему второму. Нинди по всему второму. Мне просто интересно, насколько сильно я вперед в Урожайность. Ты хорошо впереди. Ты очень хорошо впереди. Урожайность около 30, а вот в производстве сильно. Да, ты там хороших обманяешься, особенно еще науку-то. Я так понимаю, что тут никто даже близко, чтобы идеологию принять хотя бы. Близко, я бы я, если бы не неси из-за Павла. Я фабрики строю. У меня, сейчас скажи, сколько. У меня 10 ходов где-то идеологии. У меня побольше из-за одного города. То есть, как бы я-то, в принципе, не так, чтобы сильно отстал. У меня именно по производству и по еде очень плохо все. А это мне, наоборот, по науке. Мне вот просто интересно, кто на третьем месте по науке? Ну, я думаю, всего. У меня все-таки наука была хорошая, пока меняет. Не попортили всю жизнь. Ну, просто мне хочется сравнить, сколько у него процентов науки, сколько у меня. Унижджи, да? Третье место. У Эфиопа. А, у Эфиопа. Эфиоп, сколько у тебя процентов? О, сейчас скажу. У меня 52. А, ну мы рядом. Ну, а как ты что думал? У меня тут уже чуть-чуть скокает. Идут на война. Ну, Леш, конечно, не достигаем по науке сейчас. Через сколько ходов в космос прилетишь? Да, вот в последнюю часть уже это стажировка. С стажировками или без? Без. А, я вообще не знаю, кто там создавал события. Нет, в конгрессе будет стажировки или не будет стажировки. Это важно. Я бы давал, потому что мы уже строили, среди нас нет. А в смысле? Просто сам дели считается хорошим, если мы идем без стажировок на 210-м, это будет хорошо. Плететь на 210-м без стажировок. Да. Ну, а что, это будет хороший показатель. В принципе, если считаешь, что ему практически не будет мешать. Да я не... Чё, я сейчас воевать пойду? Чё мне сидеть туда развиваться? Вообще, я заснусь сейчас. Тогда просто смотри. Возьмешь и отнимешь, у меня заслуженное более-менее четвертое место. Не волнуйся, я и с Ассирией буду воевать. Я буду со всеми воевать. Так что Ассирия, строй чё-нибудь. Да строй давно уже. Никто не халявит. Все, короче, это... Все серьезно. У Ассирии еще есть шансы, там, не сильно отстала по техам. Ну чё, когда он там ворует у тебя, или уже своровал-то теху? Последний ход. Ворует смысле, это шпион? Это на другом речи. Мне интересно, что он сворует. То есть твой прокачанный шпион против моего прокачанного шпиона, да? Да, шпионские игры. Ну тут такой рано, прям 60 на 40 в мою пользу должен быть. Чё там, Киликон? Ничего, потихоньку выпоюсь с него. Сейчас через два хода во второй пакт, но арта будет. Арта будет жить, можно. Куплю ее. Там стоит куча арты, и до нее не могу добраться. Территория неприятная, Фаня. Пойди кого-то чё-то вешать пробить. Качество шпионажа. Что? Качество шпионажа. Не понял, что качество шпионажа. Шпионаж. Украл. Украл все-таки? Ух ты. Такая маленькая победа. Да, с Акаси я бы сказал, не маленькая победа. Это победище. Эй, блин, а чё я не убил? Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 а ухар рэр опять падает а сейчас это немного пытается ты считаешь Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спорный вопрос, у тебя столица очень хорошо развита в отличие от моей Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да? Потому что ты на ладу пошел воевать Поэтому я решил... Нинди, ты с кем воюешь? Ты хоть раз видишь, что меня кто-нибудь быстро захватывал? Меня никто ни разу не брал быстро Когда я вообще с тобой играл, мне интересно У меня-то есть в друзьях, но когда я с тобой играл, я не знаю Это было наверняка давно У меня вчера Ара с самолетами бил от первых самолетов до стелсов, безумия, не меня Когда меня с другой стороны шикицал бил А ты хотел меня быстро взять Интересно, это была дуэль или фа? Нет, это была фа-фа Я очень пожалел на самом деле, что он на меня напал Нет, 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 я все про нашу игру Вот, куда я вымкиваю, друзья А, это... Не, я не играю в дуэли Я в дуэли единственный раз играл в турнире Это единственный был случай, когда я вообще играл в эти дуэли И как? Ну, по-моему, 9-й был Ну, там турнир на таблице была Может представить Джампер-пушки, серьезно? Ну, арты нет, пока не завезли Ну, блин, хотя бы арбалетами обычно отбиваются, а не пушками Барбалет получше пушек поют Ну Просто пушки выносятся на раз-два А, нет, в смысле, что вы не брудиться, я имею в виду? Да, да Так это мне ГГшки дарили А, так прикольно Нет, то есть, как бы ничего себе не поделать не мог У меня Алмата была, она такая Вот тебе раз пушку, вот тебе два пушка Держи У меня есть инженер, не значит, что делать Что-то из них было? Там удовольствия не заберем Как насчет посадить? Да, 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 да Посадить для производства Это идея Что можно удалить? Не, удалить совсем это не стремно Что-то я не подумал Я на самом деле же трех инженеров У нас эти часа потратил там Франденбург, еще как-то У нас же нет там никаких этих А, Defensive Pact А, ты слышишь, так у нас следующим ходом Defensive Pact и заканчивается Ну вот, видишь Блин, дай, чем ты жил? Да что я вам все про стратегии, да про стратегии Я знаю, что большинство из вас смотрит мои видео Только чтобы услышать рекламу 2GIS Кстати, а вы в курсе, что 2GIS может сориентировать вас Не только на улицах города, но и в торговых центрах Подробная карта с указанием магазинов, кафе и парковок Значительно упростит ваш шоппинг И, возможно, убережет от ненужных покупок Правда, к сожалению, не во всех городах пока это работает Но в самых крупных точно Так что заходите на 2GIS.ru И совершенно бесплатно скачивайте приложение для вашей платформы 2GIS, если быть точным 3GIS, если быть точным блин а импи оказывается у ландов не улучшается неприятная ситуация выглядит все-таки сливаешь больше не получилось ладно может закончим до конца обладает пойдешь импи его выносить они с нами воевать я через тебя пройду как раз и высаживаю закачать сейчас потеряешь его забери у столь надо еще закончится в себе открыли границы на нации находится на грани лишь развития она не способна воевать это вы что-то чуть подольше это же вот вот я для тебя я буду продавать да потому что лёша пошел честно и статистику а ты пошел бить и я такое не люблю а подожди а че здесь плохого то что ты во-первых слил лёши победу это первое потому что идеально с ним это бодаться мог только я ты это ну вариант отрезал вот ты лишь победу и еще у меня сильнее лёши на странах потому что сидишь и пошел будет ну как сказать это надо было делать по-хорошему страны лёша с той стороны это вообще было глупо не с моей стороны это просто единственный вообще вариант был мне кроме тебя тут воевать не с не было ну а зачем чтобы ты мог спокойно развиваться не ну да такое ситуацию я допустим не обладаем снями до любил блин отправил короче шпионов не им все уже две дополнительные технологии так можем прикольно тебе освободить проход или как ну да не мрут держался недолго а 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 сейчас ты будешь его долго выбивать я тебе отвечаю ниндзя ниндзя а блин тебе генерал есть свой ёберный планет ну мать моя женщина ну за что чё не посмотрел чё не шестеро что они здесь свой генерал не знаю ступил да да нет я короче мне резон со своим генерал я так и думаю сейчас не поставлю его на сафари с двумя прокачками против форты на местность короче тут невероятно долго выбивал бы но смотрю что он может мне эту крепость держать ну и чё нет за что просто сейчас я подарил ему это еще и сафари с оборонки обидно 10 чудес у меня в столице прикольно десяточки чудес хороший бус одно чудо у нас было то у лёши чудеса подрезали то как он там один чудеса строил чего у меня чудеса подрезать ну да ты построил все чудеса подряд я видел что никто другой строить их особо не будет ты решил санитаром леса такой да не на просто имя тоже было сушки делать забирать там некоторые забирал сандель что ты не забрал типа галикарнааса там мне он был нужный не было камни столицы ну вот это конечно я бы его забрал если бы он мне нужен был вот так я могу сказать что единственное чудо которое ты как бы типа вот реально меня обогнал да это чеченица но ты его обогнал такой думаю блин ну так не строить никто ну ладно дай-ка я попробую и я по-моему два или три хода ее строил так что я особо не расстроился ну не я чеченица на самом деле так ну чуть проражил довольно быстро так конечно местами тут шикарные просто шикарные я заметил что я демография хорошая без гор правда то есть я собственно одну типу ты своим бонусом не пользовался ну я только одна терраса с четырьмя яблоками все остальные по два яблок ну то есть нету гор рядом но этого достаточно так все еще парня нападает обидно ну ладно я в принципе уже согласен наляши ну так вот с этого и надо было знать на повреду полу все давно согласны тут вопрос да тут делаю да не посмотрел что школы я думал школы еще нет там не только школы там еще и лабы открыты ну я считаю что это вы вдвоем должны между собой решить ну блин в спину ударил но почему я его должен за это наказывать по моему ладно как хочешь мне в принципе все равно не ну как бы это тактика стратегия все таки то есть как получается я первый второй ниндзя третий килекон четвертый делит и пятый джампер так а вот не знаю ребят я то раньше выскочу по хорошему я сейчас буду это пятым потому что ну меня заберут раньше чем делита и ашура а ты уже вылетел то есть что уже не вылетел но я скоро упаду а ты не успеешь ну решайте решайте нет я лично считаю что третье место твое чисто по той причине что ну во первых мне в начале игры не повезло трек сыграл я хреново извините за такое слово ну вот ты из вуз там в один момент после войны с польшей тоже слился то есть а ты старался представить реши ну поэтому почему бы не дать тебе третье место чисто за это ты же не просто такая просила вырезка да я в принципе тоже согласен на что я возможно не согласен что ниндзя зовет второе место но тут уже ничего ничего не поделать поэтому я согласен что ты не согласен на что ты снизу на второе место не согласен или на что я имею ввиду почему они не согласны не все все нормально сейчас ты так еще раз я первое второе ниндзя третье киликон четвертое дэлит пятое джампер шестое хоэ май кто-нибудь с этим распределением не согласен я полностью согласен ну все значит заканчиваем всем спасибо за игру так как у нас ниндзя получается хост ему придется отписаться в событии ниндзя а это не ежи хост ну хоста мы вынесли поэтому это почетная обязанность перешла к тебе теперь ох как забавно да кстати у меня такой вопрос Леша я могу загрузиться в среднее место да можете ну я могу сразу сказать тут просто у меня четыре оленя пять Леша ты надо смотреть чтобы оценить ну да посмотри я прямо сейчас загружаю посмотри в принципе ты дискорда выведешь или нет не понял я в дискорде сижу в смысле я сейчас буду задать твое место я хочу так ну посмотри ну че все выходим тогда да спасибо за игру спасибо за игру спасибо у меня тут самое главное даже не то что наверное ну стартовое место у меня конечно отличное но самое главное что я на отшибе нахожусь на отшибе плюс ребята на море города не ставили это тоже важно да ну тут просто австрийец ближайший мой сосед но он ну не при каком как бы условии вот до до самолетов наверное до артиллерии вряд ли бы ко мне пошел воевать тем более что у него просто еще рядом зулус не место хорошее стратегическое не споришь смотрю как она будет там по факту блин ну мне кажется промки было мало на территории просто даже переключиться на промку было сложно то есть там галяк ты видел там она как была в принципе я всю промку эту и обрабатывал потому что придумать промку было нет ну вот пока играли вот я видел просто у меня мой шпион самый первый он сидел сначала у меня конечно нет у ниндзя сидел у себя нету ниндзя а потом я только к себе пересадил думаю блин так все же ко мне посадят я там уже наблюдал что ниндзя готовится к войне я вот говорил что думаю блин если ниндзя нападет это просто реально отдача игры мне так я это тоже говорил о нисочном ниндзя ну ладно я в принципе свое второе место получил может он не видел там вариант я хотела ну как бы быстро захватить а потом одному сидеть там нет нет ниндзя слушай меня никто быстро не захватывает такого не бывает если никто захватит тебя быстро ну вот я сколько играл там свои тысячи с чем-то часов было почти все фпа не помню чтобы меня быстро захватывали ну раз на раз не один раз было русхаб меня захватил на копейщик один раз было так все со мной долбались ну что ты посмотрел ой Леша Леша у меня вопрос почему в демографии я тебя добрым смогу вообще обогнать потому что я на еду все пускал да ну блин ты должен был пойди меня наверное Артемида позволила ну вот какие места у кого у тебя второе расслабься у Леши первое первое Холецкий дальше Ниндзя дальше Киликон дальше Дэйлид дальше Джампер и дальше как его там Май Хуэмай Хуэмай Сынок у тебя очень хорошая радость ты быстро закрыл да ну видишь все чудес то есть я я вообще не напрягаюсь я забил на всю войну то есть я просто строил чудеса не напрягаясь открывал чисто ради чудес все техи более того в теории мне прям интересно к какому ходу ты можешь улететь с этим местом ну вот все хочешь доиграй мне не особо в жизни мне уже не интересно было когда Зулус с Австрией начали воевать потому что тут я даже понимаешь я даже на тебя не нападал особо я просто приплыл поставил вокруг корабли вот так вокруг тебя типа чтобы я был уверен что просто ко мне никто не проплывет и все и я дальше начал развиваться так сколько у тебя в итоге это железо было скажем 6 6 6 а куда еще всего это кто тебе дал 5 дал осирий но на самом деле это не особо пофигу потому что у Генуи было железо у кого тут короче у Калумпура по-моему короче у ГГшек у меня на данный момент сука ну знаешь сейчас честно я смотрю всю карту видишь да и я сейчас смотрю на это место ты без путников что ли всю карту разведил вот ты заморачиваешься я сейчас смотрю конечно место у тебя сильное явно так по сравнению с моими там с остальными ребятами да это я не знаю это давно ну я считаю что инков надо тоже банить я очень что ты пропал я тебя не слышу я считаю что инков тоже надо банить чуть ли не автобаном потому что ты пропадаешь через раз инков надо банить да не ну тут дело не вылетает несмотря на это место ну поставь другую нацию что-то теряется так дело в том что ты очень много предвижения и чуть до 10 этого нет дело в том что так дело в том что это на это место именно из-за того что инки у другой бы нация не сгенерировалась в этом и смысл у инков практически всегда офигенные места это холмы это производство это горы которые тебе дадут в данном случае еще повезло типа тундра и плюс еще офигенно этих оленей у тебя стратегически место что это проход 2 клетки плюс единственное море ну да это много бонусов тут то у него не только проход 2 клетки так еще и ближайшие противники далеко достаточно ну то да это такое да и ближайшие противники еще между собой воюют ну обычная бангия конечно да по поводу инков что Леша говорит ну в принципе я согласен значительно потому что когда мы играли сара и он был за инков как раз таки и там тоже сгенерировалось похожее место и он только из-за туризма по сути проиграл так он выиграл бы всех да я не помню вот у меня два фи фи сериала и номер есть на канале где соперники были инки и в обоих инки просто без вариантов побеждали там как-то ну блин просто нереально ну я в последний раз был когда инки то у меня большая игра была сына и 20 играет как от меня а дальше все в общем то есть ну да бывает что не повезет ну я поэтому обычно старше все таки инки бангия повеслее бывает то есть тут проблема в том что инки это такая игра типа как испанцы повезло испанцам найти чудо рядом получили 500 золота и поставили там город они короли не повезло обычная нация то же самое и с инками в принципе инки даже без своих бонусах на вот террасы и местность у них сами по себе в принципе халявные дороги для воли хорошо заходят перед жене по холмам для войны хорошо заходят и вот эти даже бонусы в принципе даже с ним повезло то у тебя в любом случае лучше бонусы нация он всегда действует что-то в принципе не взял другую нацию именно инка если знал что в принципе все от них зависит от местности потому что те что были там я был еще выбор кельты и по-моему америка нет я не помню смысл в том что те 12 у меня уже есть видео с ними вот и все ну как хорошее ну блин тут это это победа без вариантов грубо говоря что 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 я тут сделал такого для победы если будем будем откровенно что на самом деле больше другие то есть по-хорошему на это место если ну так как игроков типа там джонни там то тогда у тебя будет большая остановиться когда там все ребята тыкают города на воду не бояться когда может на совместно воевать на воде еще такое когда ребята там не бьют спину то есть ну останавливать можно можно понимаешь как бы я принципе то может быть даже не против было бы воевать если бы у меня в начале было бы хоть чуть побольше производства и крова на меня не ограбили бы варвары то есть хоть как-то и отъелся бы может быть тогда я бы с моря может напал на лёшу попробовал и мы там вместе что-нибудь придумали бы не не чтобы напасть на лёша с моря нужно как минимум чтобы у троих были когда на войне сейчас я бы мог тоже помогать сосны суши но война мне слишком сильно тянуло назад развитие месяц ты быстро не смотрите в принципе по-быстрому нормально взял вену там было много причин например его 500 золотых на которой отряд 23 точно купил те же варвары которыми также как и он не подожди он не покупал себе отряд рабу он рабочего себе купил и отряд городу что построил да он нет город он на самом деле смотрю с городом либо сразу либо очень в общем тебе на самом деле надо было уже копейщиками нападать строить везде и канды а и клепать все это что сам начали парами не было трудно догнать и не хотел совсем везде стоять так он так он ушел в петлю ты же не знаешь какая у него дай наш люди не представляете что такое копейщики с задом бизона ну то есть ты реально прокачиваешь там этих копейщиков по они у тебя очень неплохо идут пофигу как они армия я как раз никогда раньше не воевал а вот повоевал вот этими задом бизона мощный и действительно верно стоило просто раньше главное строишь просто казармы их не ну которые какие у них там называется ну да и вазар мы их построили и по сути тебе хватит 6 копейщиков даже может пяти чтобы захватить город просто выносишь его этих что он там купил эти любви никого он там купил два метка лука ну это не самом деле очень очень классно мило стороны лёшка пошел богословий добился веру потому что вот когда играешь с тем что ученых либо сразу его потом того закрытия рации ученые сферы они реально играют игры ну да не а религия когда у тебя есть возможность взять религию по-любому надо брать просто лететь в нее а так как не давали чудеса строить я понял что построить это вот тот случай один из немногих случаев когда строительство и софи реально поможет и то есть я вижу что ты там эфиоп просто распространяешь религию во всем не очень было нужно а я суфи и барабудур и все да да именно так смотрю на его думал что же смогу с тобой на море попадать до я просто пришел тебя осадил то есть посмотрел я не хотел нападать чисто вот потому что у тебя действительно два города ты в любом случае в какой-то момент начнешь проседать я построил фрегаты и дальше мне было в планах просто наклепать кучу каперов начать нападать на тебя каперами и потом добивать фрегатами все не ну если бы есть на самом деле если бы нельзя не а не слушай я забыл я вообще тьфу ты как что я рассказываю это не я не это планировал вообще планировал к тебе иностранным легионом приплыть его что-то я совсем уже да вот я поэтому и приплыл с той стороны рыцарем посмотреть где то можно высадиться побегать по поглядеть и все у меня были бы готовы фрегаты то есть я бы высаживался иностранным легионом ты фрегатами не мог бы подплыть не помешать вообще не как то что мои стоят у тебя в это время ну и за этом были какие-нибудь арбалеты ну ладно аркибузеры предположим у меня были бы гадленьки лишь и гадленьки неплохо ну в любом случае довольно довольно прямая дорога к одисабебе прошу тебя там просто равнины с этой стороны высаживаешься я не верю что взял бы город легиона он конечно прикольный но его гадленьки очень хорошо так ставится так я же не только иностранный легион бы привез как ты понимаешь не просто шесть юнитов а за ними бы еще что-нибудь высаживал то есть можно было бы довольно долго не не но если честно я считаю вот если бы сейчас у тебя было место такое ну среднестатистическое для обычных анкейт то я в принципе готов был воевать на воде потому что грегатов 15 я мог выдастся двумя городами и со своим золотом а 15 грегатов это в принципе неплохой флот в принципе считать ну если ему есть где развернуться ну о чем там стоите спокойненько постреливать пару каперам построил там они будут перехватывать по мне то есть в принципе на море мне могла быть неплохая вода но сейчас смотрю на твои места конечно хорошие места нередко ну редко такие бывают да причем такие интересные вроде и тундра и в то же время все так классно да но это вот это место которое предполагает единственный возможный вариант развития в принципе то есть тут традиция отъедать свобода без вариантов и дальше как пойду на основе в этом все могут сказать такой прикол если посчитал у лёши столица 15 если меня 10 ребят чуть-чуть это вы вообще ничего не забрали ну зулус воевал ну да а чё ниндзя ну ниндзя посмотри первый слот и чё египет и первый слот ни одного чуда по сути не построил там парочка но у него как бы производство не особо прямо скажем ты пострела его место ну смотри у него у него только три холма три холма ну две лошади лошади два холма и плюс все то что там две пшенички обрабатывали саждают пищу в начале игры ну нормально я артемин строил у меня там принципе обрабатывалось три пшенички там полный кайдер ложь там лучше все таки места ну да ну типа север на таком месте ну ладно все спасибо за игру пойду на спасибо что застрелили до конца я лёша халец это скры сделал это видео у меня к вам несколько просьб во-первых не забудьте поставить лайк а во вторых поделиться этим видео раз уж вы царили до конца видим она вам понравилась я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры